Всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Forest Home. Давненько уже я не выпускал цветного EDC и я решил, почему бы не собрать очередной EDC-набор в определенном цвете. Сегодня это будет серый цвет. Многие зрители, которые давно уже следят за нашим каналом, возможно, видели ролик на подобную тематику. То есть был EDC-набор серого цвета, но что-то уехало, что-то приехало, поэтому я решил, что будет неплохо собрать серый EDC в новом варианте. Ну а начну я, конечно же, с ножа. Сегодня ножом в сером цвете будет Spyderka Para 3 в сером G10. Вообще на этом ноже серая G10 неспроста. Дело в том, что практически все ножи компании Spyderka, на которые они ставят именно такого варианта рукоять, то есть это G10 серого цвета, имеют на клинке сталь CTS Maxomet. Если вдруг кто не знает, это порошковый быстрорез. Очень твердая железка по шкале Rockwell это где-то около 70 единиц. То есть это безумно твердая железка, но есть у нее, скажем так, и свои минусы. В ее составе очень много углерода и не так много лигирующих добавок, которые могли бы предотвратить образование коррозии. Поэтому, если нож у вас будет находиться во влажной среде, или там мокрым вы его оставите где-нибудь, или просто даже порежете лимон, то практически сразу он пойдет пятнами. Здесь сразу будет появляться такая оксидная пленка, пойдут разводы. В общем, за этим ножом нужно ухаживать. Но если вы планируете использовать нож по назначению, вам нужен прям хороший резак в компактных габаритах, то такой вариант ножа с такой сталью будет практически вечным. Затупить его будет очень тяжело, но, как следствие, и точиться он будет тоже весьма непросто. Ну а в остальном классический спайдерка. Прекрасная механика на шайбах, очень удобный компрессион лок, и в принципе пара 3, наверное, один из самых удачных ножей для формата городского ношения. Он маленький, резучий, при этом весьма ухватистый и удобный ножичек. Как вы уже могли заметить, на нож я навязал вот такой вот темляк, для того, чтобы было удобнее доставать его из кармана. Темляк вполне классический, ничего сверхъестественного в нем нет, черный паракорд с серыми вставками. Но вот бусину, которую я повесил на темляк, заслуживает отдельного внимания. Это темлячная бусина от мастерской E-ROR. Называется она Марсианин, и я думаю, многие взрослые уже зрители нашего канала, которые смотрели фильм 96-го года Марс атакует, узнают в нем персонажа фильма. Бусина отличается очень классной детализацией, и основная ее фишка в том, что она выполнена из пластика и покрашена вручную. За счет чего она очень легкая, то есть даже несмотря на свои не самые компактные габариты, она не добавляет никакого веса ножу. И самое главное, не будет портить ваш нож при ношении. То есть даже если темляк будет длинный, и бусина висеть на конце, и он будет стучаться там об ваш нож, никакого негативного, скажем так, эффекта на ноже не будет. Дальше предлагаю посмотреть на мультитул, который я сегодня взял. Это у нас Лазерман Бонд. Один из самых классических и стандартных по набору инструментов мультитул. Итак, по инструментам. Здесь есть крестовая отвертка, комбинированная открывашка для консервов и для бутылок. Конечно же, клинок. Кстати, на открывалке вот этой, да, на открывашке для консервов, есть еще инструмент для снятия изоляции и зачистки проводов. С обратной же стороны у нас есть шило-развертка, плоский шлиц, плоский шлиц побольше, есть небольшое колечко, чтобы можно было нацепить там темляк какой-нибудь или зацепить мультитул за карабин. И напильник по металлу. Ну и, конечно же, пассатижи с кусачками, куда без них. Вообще, этот мультитул мне нравится тем, что он очень компактный и в закрытом виде выглядит очень лаконично. Никаких выступающих элементов, все очень аккуратно, гладенько и при этом весьма со вкусом. Раз уж я затронул тему мультитулов, то, я думаю, стоит рассказать про вот такой вот карабинчик от компании O-Knife. Если вдруг кто не знает, O-Knife это дочерний бренд компании O-Lite, которая производит фонарики. Так вот, O-Knife делает в основном всякие карабинчики, мультитульчики и преимущественно из титана. Так вот, это один из них. Модель называется Otocol R2 и представляет из себя двойной карабин. Один побольше, один поменьше. Но, почему я сказал, что продолжая тему мультитулов, скажем так, здесь есть вот такой вот маленький скальпелечек со сменными лезвиями. Не знаю, насколько он необходим вообще в карабине такого формата, но, как факт, функция достаточно приятная и весьма интересная. Но что еще больше мне понравилось в этом карабине, это замок. Есть вот такой вот предохранитель, которым можно блокировать сам карабин. Причем блокировать не весь сразу, а по частям. Если мы переведем в первое положение, у нас свободным останется верхний карабин, но при этом заблокируется нижний. Если переведем еще дальше, то заблокируются сразу оба. Так что можете быть уверенными в том, что ваши там ключи или, например, перчатки, про которые я расскажу дальше, точно никуда не денутся. Итак, раз уж я сказал про перчатки. В сегодняшнюю подборку я добавил вот такие вот перчатки от компании Mechanics Wear. Модель Original. Как бы грустно это ни звучало, но лето кончается. Вот-вот наступит осень, а с осенью приходят холода. Поэтому я уже нашел у себя перчатки, достал их и приготовил, что и вам советую. А если нет, то вот вам отличный вариант, особенно на раннюю осень. Перчатки не сковывают движение, сидят на руке достаточно плотно. Конечно, в сильный мороз они вам не помогут, но когда вот как раз-то начинается такая промозглая, сырая, неприятная погода, то вот эти перчатки могут очень неплохо сохранять вам тепло. Плюс они могут вам очень помочь при выезде на природу. Если вы собрались поехать там либо в поход выходного дня, либо в серьезное какое-то там путешествие, именно аутдор формате, то защитные перчатки вещь просто необходимая. Банально пошли заготовить дрова, мы колем топором, рубим там что-то, либо пилой работаем, в целом какие-то там поления складываем. Так вот, чтобы не натереть себе мозоли, не посадить в занозу, перчатки очень полезная в хозяйстве вещь. Ну и карабин. Почему я упомянул перчатки? Потому что их очень комфортно носить на карабине. Вешаем за петельку одну перчатку, вешаем вторую и за верхний карабин, например, куда-нибудь к рюкзаку или к разгрузке. Или просто даже к петле для ремня на ваших джинсах. На самом деле очень удобно и в таком формате перчатки всегда будут под рукой и вы точно их нигде не оставите. Вообще компания Onive делает не только карабины и всякие мультитулы. Также она делает очень интересные тактические ручки. Например, такую как эта. Модель называется Otacal B1 и это тактическая титановая ручка. Ну, честно говоря, тактического в ней практически ничего нет. Ну, разве что прочный титановый корпус, который можно в случае чего использовать как куботан. Но в остальном это просто интересный EDC аксессуар с функцией ручки. Больше всего мне понравилось два момента. Первый это спиннер. Это очень круто. Такой спиннер на ручке есть, по-моему, у V-Knife и у CVV, но он как-то не так там крутится. Здесь он очень мягкий и крутится достаточно долго. С одной прокрутки я замерял около 27 секунд. А второй момент это то, как реализован механизм включения ручки и клипса. Во-первых, клипса здесь подпружиненная. Ее можно отогнуть, просто нажав сверху. То есть вот таким вот образом все выглядит. Для того, чтобы было комфортнее садить ее на карман, там рубашки, джинсов, брюк, неважно. Просто отогнули, посадили и отпустили. Он прижался как прищепкой. Также клипса выполняет функцию включателя ручки. Мы опускаем клипсу вниз, она защелкивается и ручкой можно писать. Для того, чтобы выключить ручку, убрать стержень, мы просто так же нажимаем сверху и она отщелкивается. Выглядит очень интересно, технологично и весьма стильно. Ну и в качестве брелка в сегодняшней EDC я взял вот такой вот компактный фонарь от компании Olight. Называется iMorze. Корпус фонарика выполнен из алюминиевого сплава. За счет этого он достаточно легкий и при этом весьма прочный. Чтобы включить его, нужно просто повернуть голову. Есть у нас два режима работы. Первый более тусклый, второй более яркий. Плюсом этого фонаря, безусловно, является то, что он работает на аккумуляторе и заряжается от Type-C. Так что это очень удобный и компактный EDC аксессуар с функцией фонарика, который может выручить вас в самый необходимый момент. А еще на корпусе фонаря, он называется iMorze, есть какой-то текст, надпись, не знаю, есть вот такая точки-тире-точки. И, короче, я не смог расшифровать фиговый из меня декодер, поэтому, если знаете, напишите, пожалуйста, что это значит. В качестве органайзера я сегодня взял вот такую вот небольшую сумочку от компании Maxpedition. Называется она EDC Pocket Organizer. Достаточно компактный, но при этом весьма вместительный органайзер. Сюда влезает достаточно много. Внутри есть куча всяких резиночек, есть вот такой вот карабинчик, для того, чтобы можно было удобно размещать все предметы, которые вам необходимы каждый день. Внутри есть два больших кармана, в которые можно поместить, не знаю, какие-нибудь документы, либо кошелек с наличными. Снаружи есть также карман-сетка, куда можно положить, например, проездное или что-нибудь, что нужно в быстром доступе. Есть вот такая вот петля, с помощью которой можно либо носить его просто, либо повесить на карабине, например, к ремню или к петле на штанах. С обратной стороны есть также система крепления MOLLE, с помощью которой можно закрепить этот органайзер на рюкзаке, например, либо прицепить к этому органайзеру еще один поменьше. Также с передней стороны есть небольшая велкро-панель, на которую можно разместить разные патчи для индивидуализации вашего подсумка. Например, вот такой вот наш фирменный, либо вот такая вот новинка, тоже от компании Maxpedition. Очень интересный патч с какой-то неведомой зверушкой. Это медведи, акула, осьминог. Что-то очень странное, но мне почему-то нравится. Ну и вот таким вот образом все, что я взял сегодня в ролике, помещается в этом органайзере. Все очень компактно и аккуратно. Стоит отметить, что я не занял, наверное, даже треть общего пространства органайзера, так что сюда можно положить еще кучу полезных вещей, которые могут пригодиться вам на каждый день. Кстати, обратите внимание, как я закрепил перчатки. Вот у нас петля, к ней карабин и вот таким вот образом перчатки, чтобы это было все вместе очень компактно и аккуратно, и чтобы не потерять ваши вещи. Ну а если серый цвет вам не нравится, вам кажется, что он слишком скучный, хочется что-нибудь поярче, повеселее, поинтереснее, то вот этот вот веселый разноцветный нож Maxace капсуль вы можете получить абсолютно бесплатно. Все, что нужно сделать для этого, просто подписаться на наш канал в Телеграме и нажать кнопку «Участвуй в закрепленном посте». И, собственно, все. Всем удачи! Ну а на этом у меня на сегодня все. По ссылкам в описании вы, конечно же, сможете найти все предметы из этого видео, а также приятный бонус в виде 10% скидки для обновления вашего EDC-набора. Пишите в комментариях, какой ваш любимый цвет EDC и какой формат этой рубрики вы бы хотели увидеть в следующих роликах. Мы обязательно почитаем и прислушаемся к вам. Конечно же, не забывайте про розыгрыш ножа в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на все три наши YouTube-канала. Ссылки все будут в описании. С вами был Сергей, канал Forest Home. До новых встреч!